Здравствуйте! В эфире программа День города и я ее ведущая Олеся Котровская. Главная тема сегодня. Свыше 50 килограммов наркотиков уничтожили сотрудники полиции. Вещества сожгли в плавильной печи при температуре свыше 1000 градусов Цельсия. Новые выплаты. С 1 июля Пенсионный фонд начнет принимать заявление на новые пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно. Убийца бизнесмена Заварзина осужден. Обвинительный приговор постановил областной суд. С 1 июля Пенсионный фонд начнет принимать заявление на новые пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно. Подать заявление на такие выплаты можно будет на портале Госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства. Женщинам с низкими доходами, вставшим на учет в медорганизации в ранние сроки беременности, с 1 июля этого года будет выплачиваться не единовременное, а ежемесячное пособие. С 1 июля этого года Пенсионный фонд Российской Федерации начнет прием заявления на два новых вида социальных пособий. Первое из них это пособия для беременных женщин, которые встали на учет в медицинских организациях до 12 недель и у которых срок беременности превышает 6 недель. Размер пособия составляет 5 821 рубль в Рязанской области. Это половина прожиточного минимума тортоспособного взрослого населения. Другое пособие положено родителям, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Они смогут оформить выплаты в размере 50% регионального прожиточного минимума, установленного на ребенка. В Рязанской области 5 449 рублей. Основным условием для получения права на эти выплаты, помимо упомянутых, является соответствие размеру прожиточного минимума. Среднедушный доход на одного члена семьи в месяц должен составлять меньше, чем прожиточный минимум в регионе. В Рязанской области это 10 785 рублей. Пособия будут назначаться после комплексной оценки нуждаемости. Критерии для такой оценки появятся после опубликования соответствующего постановления правительства Российской Федерации. Подать заявление можно будет лично в клиентских службах пенсионного фонда, либо дистанционно через личный кабинет на портале госуслуг. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Убийца бизнесмена Заварзина осужден. Обвинительный приговор постановил областной суд. В следующем материале напомним подробности уголовного дела и расскажем, сколько грозит виновному. 12 февраля 2018 год. Во дворе дома 10, корпус 3 по улице Сенной обнаружили тело рязанского бизнесмена Александра Заварзина с многочисленными наживыми ранами. Преступлением занялся отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области. Удалось установить, что убийство было заказным. В 2018 году заказчики нашли исполнителя и пригласили его в Москву. В качестве вознаграждения за совершение преступления ему было предложено трудоустройство на должность с заработной платой порядка 200 тысяч рублей ежемесячно в одной из организаций города Москвы. От заказчиков осужденный получил нож и необходимые для совершения убийства сведения, в том числе фотографии потерпевшего и 50 тысяч рублей на расходы. А мотивом для преступления стали долги. Об этом изданию «Аргументы и факты Рязань» рассказал Виталий Бочкарев, руководитель отдела криминалистики Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области. По версии следствия, подозреваемые в организации убийства получили в долг от Заварзина 8 миллионов 100 тысяч рублей еще в 2016 году. В установленный срок деньги они так и не вернули. Вот и решили убить бизнесмена, а потом убедить его наследников, что между ними и Заварзином была устная договоренность о безвозмездном списании долга. В течение нескольких дней мужчина следил за потерпевшим в городе Рязани, выбирая время и место преступления. Определившись, осужденный в вечернее время в один из дней февраля 2018 года, прибыл к месту жительства потерпевшего, дождался приезда его автомобиля. И когда тот выходил из него, нанес 11 ударов ножом, от которых потерпевший скончался. Затем осужденный скрылся с места преступления и в дальнейшем выехал за пределы Российской Федерации. Убийцу задержали через 9 месяцев в октябре на территории Республики Польша, а после экстрадировали в Россию. Он активно способствовал расследованию. Во время судебного заседания мужчина вину признал и в содеянном раскаялся. Суд это учел. Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Свыше 50 килограммов наркотиков уничтожили в Рязани сотрудники полиции. Вещества являлись вещественными доказательствами по уголовным делам и хранили до вступления всего приговора в суда. Партию вредоносных веществ вывезли на одно из промышленных предприятий города Рязани и уничтожили в плавильной печи при температуре свыше 1000 градусов Цельсия. Данные вещества полицейские изъяли в ходе ежедневной работы по противодействию незаконному обороту наркотиков, приличных досмотрах задержанных граждан, досмотрах автотранспорта, проведения обысков и осмотров мест происшествия. Наркотики являлись вещественными доказательствами по уголовным делам, по которым к настоящему времени принято судебное решение. Среди обвиняемых изготовители, сбытчики, курьеры, содержатели наркопритонов осужденные получили различные меры наказания в соответствии с содеянным. Полицейские отправили в огонь более 36 килограммов синтетических наркотиков, 2 килограмма героина, свыше 11 килограммов марихуаны, 385 граммов гашиша и другие наркотики. Наркотики сжигали по всем требованиям закона под контролем межведомственной комиссии. В ее состав вошли представители ОМВД, Министерства здравоохранения и Министерства природопользования Рязанской области. Олеся Котровская, телекомпания «Город». Здание ДК «Птицеводов» отремонтируют. Уже объявлен конкурс на разработку проекта ремонта здания. Валерий Седов вспомнил историю этого ДК, а также прогулялся по его коридорам. Есть в московском районе здание, которое выделяется своим футуристическим дизайном на фоне окружающих домов. Это ДК «Птицеводов». Еще в 80-м его построила птицефабрика. Но не сразу. Сначала возвели район, где жили сотрудники. В народе даже юбилейную улицу прозвали «Птичный», говорит краевед Игорь Канаев. Решили не останавливаться только на жилищном строительстве. И решили выбрать подходящий проект Дворца культуры. Это именно дворец. То есть один из лучших проектов в Центральной России. Именно для таких поселков небольших, как поселок Птицеводов. Дворец со спортивной частью, с культурно-массовыми разными кружками и кинотеатром. Дворец хотели украсить необычно. Приближалась очередная праздничная дата, связанная с космосом. На то мы порешили. Если здание снаружи рязанцам знакомо, то внутри были далеко не все. У нашей съемочной группы появилась уникальная возможность пройтись по его коридорам. Так называемый зеркальный зал, где занимались хореографией, балетом можно заниматься. Огромные окна, много воздуха, света, аппараты, снаряды, как они называют, для занятий. Очень удобный зал. С красивыми шторами. Вообще будет красота. То есть если учесть, что у нас получается целых пять школ и несколько садиков, то вообще идеально для деток всего нашего московского. По этому помещению никто не ходил, кажется, уже много лет. За исключением местного сторожа. В кабинете директора даже остались календари за 2013 год. Год разорения птицефабрики. С того момента бильярдные столы и пианино покрылись пылью, а в спортивном зале не играли в мяч. И о том, чтобы здание открылось вновь, уже давно просили местные жители. На Московском, кроме Дворца культуры Сельхозакадемии Минекосычева, который ведомством является дворцом, пойти больше некуда. Разве что библиотеки детские и вот этот дворец. Вот вся культурная составляющая этого огромного жилого района, рассчитанного на 75 тысяч жителей. В 2020-м здание за 25 миллионов рублей выкупил регион. Тогда же эксперты оценили его техническое состояние. Разрабатывается проект капитального ремонта. Строители рассказали, что начнут со спортивного зала. Сюда уже привезли материал. Работы пройдут и снаружи. У Рязани уже есть хорошие примеры восстановления старых зданий. Дворец молодежи, который раньше был ДК нефтяников. Музыкальный театр, бывший клуб строителей. И жители надеются, что «Птичник» пополнит этот список. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Компания «Омега-центр» получила приз «Лидер доверия» уже четвертый раз. Из обычной автомастерской она превратилась в большой центр техобслуживания автомобилей. И на этом останавливаться не собирается. «Лидер доверия» – звание, которое нельзя купить или получить по блату. Каждый лауреат – реальный флагман своей отрасли. В ремонте автотехники – это, безусловно, группа компаний «Омега-центр». Об этом говорит не только число подобных наград. Нынешняя победа уже четвертая. Об этом говорят в первую очередь цифры. Ежемесячно через руки этих специалистов проходит больше тысячи машин. Для клиента в первую очередь, что мы для себя видим, любой клиент приезжает не со сломанной машиной, он приезжает с проблемой. Наша задача – решить его проблему. Также такие вещи, как элементарная замена лампочки или капитальный ремонт двигателя, они не отличаются по сути, потому что это проблема клиента, и мы ее решаем. Расширение и модернизация производства – это то, что отличает успешную компанию от обычной. В «Омега-центре» это прекрасно понимает. Именно поэтому здесь уже увеличили площади кузовного цеха. Причем, помимо ремонта разного уровня сложности, здесь сегодня можно своего железного коня еще и перекрасить. Специальный мастер подбирает цвет вплоть до микронюансов. Стараемся представлять услуги самые качественные, современные. Мы всегда обучаем своих специалистов, работаем только хорошими материалами, желательно премиум, например, как в кузовном цехе, мы используем материалы «Сикинс». Мы стараемся, скажем так, не то, что даже угадать, а предоставить клиенту его ожидания от посещения нашего текст-центра. То, что клиент хочет получить от нас, он и получает. Расширение услуг – это путь к комплексному запросу клиента. Тут даже есть своя автомойка на самообслуживание. Впрочем, и это еще не все. Омега-центр постоянно обновляет оборудование, обучает специалистов. Как говорится, идет в ногу со временем, порой даже опережая его. Так что звание «Лидер доверия» можно будет оставлять себе смело, причем долгосрочно. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В понедельник, 28 июня, в фотодоме открылась новая выставка. Работа уроженца Рязани, четверть века прожившего во Франции, романы зимы. В цвете и монохроме в самых разных жанрах, от портрета до сюрреалистических абстракций. Для ценителей фотоискусства. Фотограф роман «Зима» почти неизвестен на малой родине. Его отличает многожанровость, многоликость, многогранность. И эта выставка в том числе способ познакомиться с художником уже после его смерти. Начал заниматься фотографией после окончания музыкального училища и до самой смерти. Поэтому здесь представлены несколько серий. Это серия «Остановка», это французская серия, когда он снимал в Париже. Серия «Мужская и женская доля» и серия «Портретов». Ну и самое, конечно, интересное – это эксперименты с едой, натюрморты с едой. Музыкант, видеограф. Роман, как любой талантливый человек, свое нестандартное видение проявлял в любой деятельности. В частности, фотографии. При жизни его выставки в Рязани не состоялись ни разу. Началось все лет, наверное, 10 назад, когда мы с Ромой разбирали его фотографии. Ну, была какая-то возможность, была идея тогда сделать выставку. Он принес мне целую кучу своих фотографий на дебровых носителях. Мы их напечатали, смотрели, отбирали, выбирали, сформировали выставку. Но тогда, к сожалению, не сложилось. Вот прошло столько лет, многое изменилось, уши Ромы нет. И я неожиданно обнаружил эту стопку фотографий у себя. Ну, и решил закончить все-таки этот проект. Емко и образно самобытность художника обозначила супруга Романа, француженка Аделаида Дюпре. Она сказала о своем супруге. Он был похож на одну из тех сверхчувствительных пленок, которые уязвимы для яркого света и проявляются только в полной темноте. Подтверждение находим и в мнениях других людей, знавших Романа лично. У него был совершенно необыкновенный взгляд на мир. Это все его знакомые отмечают. Это есть и в статьях, в каталоге, если вы возьмете, можете почитать. И да, действительно, это так. У него не только фотографии был свой взгляд. У него и в кино было совершенно необычное восприятие. Ну и вообще он сам по себе человеком был необыкновенным. Ну, уж точно для резания совершенно нестандартным. Застывшие моменты на этих фото, просматривая которые, невольно дорисовываешь историю, оставшуюся за кадром. В них свое, сугубо личное, найдет, пожалуй, каждый зритель. Марина Романюк, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете увидеть на нашем сайте город62.тв. Всего хорошего и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова